По всей стране 6 октября пройдет референдум, на котором граждане смогут высказаться по вопросу строительства атомной электростанции. Голосование в регионе пройдет на 520 участках. В Казахстане 6 октября состоится референдум по вопросу строительства атомной электростанции. И подготовка к этому важному событию ведется активно. Главные аспекты подготовки к референдуму включают в себя разъяснительную работу среди населения, техническую подготовку избирательных округов, а также организацию общественных обсуждений. Голосование на республиканском референдуме будет проходить на 520 участках, в том числе 21 из них временного пребывания граждан. В подготовке проведения данной страновой кампании задействованы 534 комиссии референдума. Одна областная, соответственно 13 территориальных и 520 участковых комиссий. Всего в них 3430 членов. С 15 сентября все участковые избирательные комиссии референдума приступили к своей работе. За 15 дней до голосования по календарному плану, это соответственно 20 сентября, каждый гражданин на участке референдума по месту своей регистрации вправе проверить данные о себе в списке. Посмотреть правильно ли включили или есть ли он и члены его семьи в списках. Все эти уточнения на участках референдума каждый гражданин может получить. Узнать адрес своего участка можно через колл-центры или отправив сообщения с данными в WhatsApp. Колл-центры работают во всех городах и районах области. Их номера опубликованы на сайтах Акиматов. Граждане, которые планируют сменить место пребывания в день референдума, имеют право получить открепительное удостоверение на участке по месту своей регистрации при предъявлении документа, который удостоверяет его личность. Или сам может предъявить документ, либо можно получить по доверенности. И доверенность эту нотариально заверять не нужно. Выдача открепительных удостоверений прекращается по закону 18.00 часов 5 октября. Граждане, не имеющие возможности явиться на участок, могут проголосовать на дому по состоянию здоровья, заботе о больном родственнике или в случае нахождения в удаленном районе, где нет участков. Для этого нужно подать письменное заявление на участке до 12.00 часов 6 октября. Каждый гражданин голосует лично, голосование за других лиц не допускается. На референдуме будет один бюллетень и включен один вопрос. Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане? И два варианта ответа. Это да, согласен, нет, не согласен. Бюллетень на двух языках. В день голосования на 225 участках будут доступны онлайн-сервисы для проверки регистрации на портале электронного правительства. Также на всех участках будут приняты меры по обеспечению доступности участков для граждан с особыми потребностями. Все 520 участков у нас расположены на первых этажах, оснащены пандусами, имеются элементы доступа в виде поручней, тактильных направляющих, полос. На всех участках будут организованы уголки для лиц с инвалидностью, в которых размещается компьютер с монитором, наушники, лопа, материалы по референдуму в доступном формате. Это и текстовая информация, крупный шейфт нам для слабовидящих, аудиоролики, видеоролики с ордопереводом. Для незрячих и слабовидящих граждан на все участки будут изготовлены и переданы трафареты для бюллетеней. А на 30 участках будут специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением шрифта Брайля. В настоящее время принимаются все необходимые меры для готовности участков ко дню голосования.